в математике ум исключительно занят собственными формами познавания временем и пространством следовательно подобен кошки играющий собственным хвостом артур шопенгауэр всем привет это проект деконструкция сегодня мы обсуждаем фильм человек который познал бесконечность и у нас гостях математик алексей саватеев добрый день алексей привет кристина ты еще лет ты еще зим давно не виделись скажи как теперь тебе лучше представить какие у тебя регалии ну а пожалуй надо упомянуть что в этом году меня избрали в академии наук член корреспондентом по отделению экономики соответственно доктор физико математических наук член корреспондент российской академии наук по секции экономики профессор адыгейского госуниверситета и московского физтеха научный руководитель кавказского математического центра руководитель камского математического центра еще нескольких мат-центров ведущий научный сотрудник центрального экономико-математического института советник руководителя проекта школ кого и еще несколько которые сейчас я забыл неважно то есть тоже всю страну захватил ну в принципе да у нас такое У меня дочка Галя говорит, пап, если я интересуюсь кино, я открываю деконструкцию, вижу там тебя. Если я интересуюсь картинами, я натыкаюсь на картины, где написано, типа, математика – это жизнь, по списке Алексей Саватеев на какой-то выставке летом. Если я интересуюсь, значит, походами, то я натыкаюсь на твои озорные отчеты. Ты в какой-то области еще не отметился? Ну, да, идея в том, что пока мы живем, мы стараемся как бы быть, ну, как бы, да, пока мы живем, мы стараемся, чтобы нас видели. Ну, не знаю, по крайней мере, вот у меня есть такая задача, может быть, не самая скромная, но дело в том, что я пытаюсь какие-то мысли доносить до своих соотечественников в тех или иных областях, в том числе и в социально-общественных каких-то вопросах, и в математике, конечно, да, и мне важно, чтобы как можно больше народу могло быть до этих мыслей как бы допущено, то есть увидело их в том или ином виде. Ну, вот человек заинтересовался, например, этим разбором, он пошел на мои лекции по математике просто смотреть. Все, задача выполнена. Что бы мы сегодня ни говорили, задача уже будет выполнена, если он пошел и стал слушать мои обучающие лекции по математике. То есть цель, миссия, вся моя жизнь – это интеллектуальная, так сказать, подзарядка батарей всех, кто говорит по-русски на планете Земля. В начале 20 века Сриневас Романуджан живет в городе Мадрас в Индии и работает чернорабочим, находясь на грани бедности. Его работодатели замечают, что Романуджан обладает исключительными математическими навыками и начинают использовать его для помощи в бухгалтерском учете. Коллеги, обладающие высшим образованием, осознают, что его понимание математики значительно превосходит обычные задачи и советуют ему показать свои результаты университетским профессорам. Одно из его писем попадает к профессору Кембриджского университета Готфри Харалду Харди, который решает связаться с Романуджаном и пригласить того в Англию для совместной работы. Вместе с Харди и Литтлвудом Романуджан работает над гипергеометрической функцией и теорией чисел. Он становится студентом Кембриджа и публикует научные статьи. За научный вклад в теорию чисел Романуджан становится членом Королевского научного общества. А давай тогда теперь поговорим про математиков начала 20 века. Да. Да, и мы увидим в фильме Королевское математическое общество. Фильм шикарный, кстати. Я просто на одном дыхании его просмотрел. Но мы увидим, как они существуют, как они живут, как они функционируют. Скажи, пожалуйста, как происходило в Англии в начале 20 века взаимодействие с обществом? Какие вообще они практические функции выполняли? Ну, Доджстон, он же Льюис Кэролл, например, отвечал за связь с обществом. Он написал «Алиса в стране чудес», а также вывел некую формулу для, по-моему, трехмерных диаграмм Юнга, если я не ошибаюсь, чисто математический объект. Макмагон, который упоминался, это просто майор, да, это там военный человек. Литлвуд тоже пошел на войну. А Харди, например, выражал вполне тоже созвучное многим сегодняшним нашим соотечественникам мнение, что никакая пять земли не стоит крови людей, да. Это он вполне четко в фильме говорил. То есть там вот все конфликты, которые есть в обществе, там присутствовали тоже. И, в общем-то, английское общество того времени чем-то напоминает сегодняшнее «наше». Ну, в силу того, что и антураж очень похож. Но что касается вот взаимодействия в том смысле, что как общество там, как математики помогали обществу, ну, понятно, что на войне там они рассчитывали какие-то баллистики, траектории полета снарядов. Это само собой, но это там, это всегда было. Петр I в 1701 году основал в России первую школу математических и навигационных наук. То есть он понимал, как бы, выход на чистую математику через то, что нужно в море ориентироваться кораблям. Поэтому понятно, что связь какая-то была, но в целом все равно математическое общество всегда живет внутренними смыслами самих задач по математике. Ну, то есть, грубо говоря, они просто поэты, которые наслаждаются цифрами и формулами. Конечно, да, конечно. То есть они занимаются решением глобальных проблем, которые стояли в математике там тысячами, тысячелетиями или столетиями, и которые там превращались в стройные теории, в том числе руками тех людей, которые в этом фильме показаны, да. Ну, ты говоришь, что они похожи на современное общество. В России. В России. Что-то есть вообще. Что-то есть общее. Тогдашнее британское общество было вполне себе консервативным. И расистским, я бы сказала. И наши тоже, конечно, в общем, мы претендуем на оплот консервации. Вот. Хотя есть и другие варианты этого оплота на свете. Но вот этот спор, да, вот этот спор вокруг начавшейся войны, это просто дежавю. Вот честно. Это просто дежавю. То есть вот я в течение этого года наслушался похожих аргументов вокруг себя. Так же, как в фильме. Да, 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 да. А вот как ты думаешь, вот эти вот российские наклонности в математическом обществе, они когда стали спадать на нет? Расистские наклонности в обществе загнаны под ковер подсознательного, а в математическом, да, с ними боролись. Ну, собственно говоря, первичные причины борьбы были вполне рациональными. Как говорил Гаусс, отвечая на письмо Софи Жермен, то, что вы девушка, никак не умаляет ваших потрясающих достоинств. То, что вы девушка, а не молодой человек, никак не умаляет ваших потрясающих открытий в математике. Я не понимаю, почему нам нужно сужать круг общения до чисто мужского, да? Или, например, Гильберт говорил, что там была первая профессор в истории Германии, в ученый совет ее хотели избрать, и были против коллеги, тоже 100 лет назад была. Коллеги говорили, что как мы можем женщину избрать в ученый совет, да? А Гильберт сказал, господа, мы говорим не о походе в мужскую баню, а об ученом в соцсетях университета, я не вижу препятствий. Вот, то есть тогда это была как бы, это была совершенно, ну, рациональная идея, что давайте расширим просто круг, и все. Но, если честно, шаг очень быстро была пройдена, граница, после которой все потянуло в другую сторону. То есть то, что ты женщина, оправдывает уже то, что тебе дадут премию, даже если ты бездарь. Это сегодняшнее состояние дел. Вот, то есть как бы эту границу очень быстро перешли, направились туда, куда направляться ни в коем случае не надо. Когда меня спрашивают, почему я сексист, я отвечаю, я не сексист. Я написал, я горжусь, например, нашей девочкой Галией, скоро у нас с ней коллаб выйдет, которая 42 и 42 на международной олимпиаде, я просто горжусь ею, и я, так сказать, я рад, что в математике есть девушки, но объективно говоря, их очень мало. Объективно говоря, женщина не человек, да? Да нет, в том-то и дело, что объективно говоря, не надо смотреть какого ты пола, если ты достиг что-то в математике, и все. Не надо быть ни сексистом, ни феминисткой, да, или феминистом. То есть надо смотреть на твои достижения. Если они достойны премии, они должны быть премией награждены. То есть в идеале вообще человек, который принимает решение о премии, не должен видеть пол по твоей фамилии. Понимаешь, да? И все. И это честно и правильно. И сегодняшний мир, конечно, он галопом движется в обратную пропасть. Вот. А тот мир, да, он постепенно, да. И, ну, к индусам то же самое. Та же самая история, да? То есть мы говорим про африканцев, там, индусов. Но Роман Унжин, я так понимаю, человек просто исключение, который чудом попал в королевское общество. Безусловно, безусловно. Значит, о том, насколько индусы сильны или нет математики, мы можем судить сегодня. После того, как они получили, там, по крайней мере, многие из них получили образование. И видно, что там, например, в области программирования, едва ли это не первая вообще нация мира по представительству. То есть сейчас вскрыто то, что вот индусский культурный код, там, с математическим интеллектом вполне себе коррелирует. Но сто лет назад я не уверен, что это было так. Ну и, собственно, это нельзя было проверить, потому что они не получали образование. Но вот предубеждение, связанное с Роман Унжаном, почему они, кстати, его называют Роман Унжин? Это разве правильно ударение? В фильме все время говорят Роман Унжин, хотя, казалось бы, все индийские фамилии, они на последний слог. Не знаю, когда я смотрел разборы, тоже говорили Роман Унжин. Роман Унжин. Я всегда говорил Роман Унжан, честно скажу. Да, я всегда говорил Роман Унжан. Вот, то есть вот эта английская публика, она торгает его не потому, что сомневается в том, насколько он крут, а просто именно потому, что он индус. Черн, как сказали эти три гопника, которые его побили в фильме. Нет, на математике сегодня этого нет. Совсем. Вообще нет. То есть по национальному признаку ни в каких серьезных математических культурах, ни в одной части света нет дискриминации, кроме антирусской дискриминации, антироссийской, которая возникла год назад. Вот. Но это скорее политический момент, хотя не знаю, насколько надолго это. И в разных частях света по-разному это происходит. То есть до меня доходят сведения и о жесточайших фактах, просто совершенно беспричинной агрессии по отношению к нашим. И наоборот, о ситуациях вполне нейтральных. Во Франции, например, требуется, вот в институте, в котором мой друг работал, требуется там письменное отречение от политики нашего президента. И тогда ты получаешь то же самое отношение, что и остальные коллеги. Ну, где как, да, где как. А где-то все-таки ты все равно человек второго сорта, ты приехал из страны из Гоя и так далее и тому подобное. Мне на это наполевать, потому что я жил в России, живу и буду жить в России. Первое, что вызвало интерес Харди в письме Рамунджана, про его отношение к открытию гамма-функций. Можешь подробнее об этом сказать? Смотри, сама гамма-функция, значит, в целых положительных точках равна, ну вот скажем, в точке 5, она равна 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Факториал, 5 факториал. Возможно, там какой-то сдвиг, кстати, я не помню. Может быть, гамма от n плюс 1 равно n факториал. Ну, в общем, суть в том, что это произведение подряд идущих чисел. Ну и понятно, что в таком виде ты не можешь это перенести на отрицательные числа, потому что что у тебя будет там гамма от минус 3, это минус 3 на минус 4 на минус 5 и так далее до бесконечности, но никакого там разумного смысла этому придать нельзя. Но в комплексном анализе есть понятие аналитическое продолжение. Я не могу об этом говорить подробно, потому что это выходит за уровень даже, грубо говоря, первого курса лучших университетов. Это примерно конец первого курса, начало второго курса самой крутой программы математической университетской. То есть понятно, что те, кто нас слушают не математики, они не поймут ничего. Но суть в том, что никому неизвестный индус из провинции вдруг говорит о аналитическом продолжении для какой-то функции, которая, мало того, что сама концепция аналитического продолжения, там Риммон 40 лет назад от того момента, даже англичанами еще не была толком переработана и понята, а тут какой-то вот неграмотный индус там еще и осуществляет это аналитическое продолжение. Ну, конечно, я бы, честно говоря, упал со стула, если бы я был на месте Харди. Покровитель Армонуджана, оплативший ему поездку в Англию, профессор Харди и его соратник Литтлгут, внесли ли они весомый вклад в науку помимо фигуры Риммонуджана? Да, конечно. Это знаменитые ученые, очень хорошо известные. Просто они увидели в Риммонуджане гения и решили с ним поработать. Ну, там на самом деле, вот в моей книге, да, «Математики для гуманитариев», там описан эпизод их взаимоотношений, который здесь не был до конца раскрыт, но, возможно, это потому, что этот эпизод является мифологическим, по крайней мере, в тех источниках, которые я видел, говорится, что Риммонуджан писал Харди, что я знаю вот такие вот формулы, а Харди написал, а вы не могли бы представить доказательства? А Риммонуджан написал, какие могут быть доказательства? Эти формулы просто верны. Харди не понял даже, о чем речь, как можно представить формулу без доказательства. Ну, он же не может их просто угадать, да? Поэтому он подумал, что Риммонуджан боится, что у него их украдут. Ну, метод доказательства украдут и опубликуют под чужим именем. И он пишет, типа, что... Вы меня обидели. Дорогой коллега, да, вы, наверное, боитесь, что вас украдут. Поверьте, мы это не сделаем. Мы честные люди здесь, как бы. И мы гарантируем вам авторство в будущих статьях. На что Риммонуджан пишет, что вы меня обидели в самых лучших чувствах. Все формулы принадлежат Богу, а не мне. Как я могу вообще думать о каком-то вот этом вот низком присвоении своего имени? Я просто действительно не умею их доказывать. И тогда Харди совсем уж удивился и привез его в Лондон. Ты смотришь, что за человек. И убедился в том, что он действительно не знает доказательств, он не понимает просто. Но он его, по-моему, потом обучил, да, делать доказательства формул, теоремы? Он его обучил языку, математике, да. И определенные формулы Риммонуджан сумел доказать. Но гораздо больше формул остается, которые так и не были доказаны, потому что мало обучить языку. Ты же хочешь как бы... Математик, конечно, только наполовину язык, а на другую половину это гениальное прозрение того, как все устроено, суть вещей, да, внутренняя суть математики. Язык только позволяет понять, что сделали другие. Или на нем разговаривая выразить какую-то мысль. Но если ты знаешь русский язык, ты еще не Достоевский. Да, то же самое математика. Если ты даже знаешь математический язык, ты еще не Риммонуджан. Ты просто можешь понять какие-то доказательства. То есть чудо сохраняется. Эти формулы в большинстве своем не были доказаны ни при жизни Риммонуджана, ни после него в течение этих 100 лет. На компьютере ты их можешь проверить до 600-го знака все так. Ну, я так понимаю, они все равно повлияли и на современную математику, и на современную науку, потому что я знаю, что, допустим, нобелевский лауреат Вайлберг, по-моему его зовут, который занимался теорией струн, использовал формулы Риммонуджана. Вполне возможно. Дело в том, что... Просто я не понимаю, как их можно применить к теории струн? Ну, посмотри. Я не буду судить об этом. Тут нужен человек, который специалист в теории струн. Если что, несколько фамилий я могу дать. Но, как я понимаю, там на конечном этапе исследования там считается число траекторий с какими-то свойствами, и это уже чисто дискретная задача. И вот эти подсчеты каких-то количеств, они упираются в некие комбинаторные формулы, которые как раз Риммонуджана и выводил и видел. То есть это совершенно нормально. Там какая-то длинная комбинация каких-нибудь корней вложенных, да, чему-то равна. Но мы не знаем, чему. А потом открываем Риммонуджана, а он знал, чему. А как ты считаешь Риммонуджану действительно, как он говорит Харди, то, что ему Бог подсказывает эти формулы, действительно ли? Действительно он не знал, как их доказывать. Очевидно так. Ну, ни в каких источниках не видно, что это скрытный лицемерный человек, который, значит, был сверхгений настолько, что еще и свой метод никому не рассказывал. Нет, это совершенно не похоже на его. Напротив, он очень, как бы, он такой скромный тип, действительно настоящего просветленного индийского такого брахмана, да. И, конечно, здесь речь идет о мистических вещах, будем говорить прямо. То есть, несомненно, есть какая-то связь там, видимо, у их рода есть какая-то связь с высшими началами, которые почему-то подсказывали ему формулы. Ну, почему это происходило, я боюсь, что было бы дерзко с моей стороны пытаться даже угадать или понять. Ну, в общем, это тайна, которую не могут объяснить, безусловно, никто из. Это тайна, которая рационально необъяснима, которая, конечно, ну, там, если говорить об управлении всеми процессами жизни свыше, то это, конечно, одно из таких прямых доказательств, совершенно неоспоримых. Ну, я соглашусь по поводу их связи с высшими силами, потому что мать, по-моему, не хотела его отпускать в Англию, и потом ей тоже приснилась богиня, сказала, не держи его, и после этого он отправился в поездку. Ну, да. Не, ну, это как раз, это вещь, которую там любой атеист скажет, что это просто случайное совпадение, да? Мало ли кто приснился кому. Но ни один атеист не объяснит, как Раман Уджан получил эти формулы. Ни один. Вот это как бы, это то, что они просто предпочитают игнорировать. Но если ты чего-то не можешь объяснить, и твоя теория, ну, как бы ломается, а какой-то жизненный факт, упрямый жизненный факт, да, что делает классический недобросовестный ученый? Игнорирует факт. Очень известна формула Хардера Мануджана. И как она повлияла вообще на науку, и чем она значима? Ну, смотри, давай начнем с того, что эта формула, она считает тоже некоторое количество вариантов. Это формула из комбинаторики. Это такая как бы наука, лежащая, это такие кирпичики, да, для математики. Вот если ты не умеешь считать варианты, да, не в смысле, что ты быстро считаешь там в уме, а если ты не умеешь подсчитывать количество вариантов в разных ситуациях, то ты на самом деле в математике далеко не уйдешь, потому что фактически на последнем этапе ты всегда должна решать такую задачу, где-то что-то, какое-то количество вариантов посчитать. Ну и вот есть какие-то классические счетные сюжеты. Например, вот у тебя там семеро в детском саду, не знаю, семеро детей, тебе нужно три, трое из них должны в театре там сыграть в какие-то роли, да. Ну, короче, неважно, троих нужно вот в другую комнату пригласить, там с ними что-то делать. Сколькими способами можно выбрать тройку? Вот семь человек, да, и сколькими способами можно выбрать тройку? Вот это называется биномиальный коэффициент из семи по три. Почему биномиальный? Потому что он входит в бином Ньютона, а плюс б в седьмой степени. Он будет стоять перед членом а в четвертой на б в кубе. Вот таких слагаемых будет ровно столько, сколько способов выбрать трех из семи. Ну и там это есть совершенно конкретная формула, она звучит так, 7 и 6 и 5 делить на 3 жда 4 жда 2. Сокращаем, получаем 7 и 5, 35. Ну, если ты просто физически перечислишь все тройки, у тебя тоже будет 35 таких троек. Вот, но вот эти вот биномиальные коэффициенты, они, понятно, хорошо известны давным-давно, не знаю, с Пифагора там или с кого. Потом следующие идут, следующие, значит, это подсчет числа вариантов, подсчет числа перестановок. Вот у тебя есть там несколько человек, и ты должна всевозможными способами их выстроить в цепочку. Кто первый получит там кофе, кто второй, кто третий и так далее. Сколько способов выстроить их? Вот у тебя 5 человек, сколько способов? 5 факториал, как раз гамма-функция, гамма от 5. 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1, это количество способов. А вот есть такие задачи, в которых не угадывается формула, не угадывается, она какая-то очень сложная. И вот одна из задач такая, у тебя есть число, например, 10. Как в школе говорят, состав числа 10, да, дети, детей учат, кстати, не очень понятно, мне кажется, что методически это неправильно делать, но тем не менее, значит, сейчас вот так вот принято. Состав числа 10, и ты пишешь там 1 плюс 9, там другой вариант, 2 плюс 8, 3 плюс 7, 4 плюс 6 или 5 плюс 5. Все. Вот если бы я сказал, что 6 плюс 4, это не то же самое, как 4 плюс 6, тогда подсчет вот таких вот сумм был бы очень простой. А вот если ты считаешь, что важно только, какие слагаемые в каком количестве вошли, например, 13 равно 2 плюс 2 плюс 1 плюс 8, либо 13 равно 1 плюс 8 плюс 2 плюс 2. Если вот эти два различных способа я не различаю между собой, да, считаю одним и тем же способом, тогда вот эта формула, это и есть формула числа разбиений 13 в сумму положительных слагаемых. И вот это число, для него формулы простой нет. И на момент, когда пришел Рамануджан, ее как бы и не было вообще. И даже вот как показывают в фильме, я, честно говоря, не знаю, насколько это исторично, с точки зрения истории математики, да, но в фильме показано, что ее никто в этот момент вообще не знал, и все считали, что ее и быть не может вообще, существовать такой формулы не может. Приходит Рамануджан и говорит, что она у него есть. То есть он ее сам придумал и потом доказал каким способом? А доказали они ее вместе с Харди. Это очень сложная формула, просто так вот, как бенумиальный коэффициент от тревяльчина, а эта формула очень сложная. А как происходит доказательство? Доказательство происходит, ну смотри, есть там целый ряд методов математического доказательства. В комбинаторике чаще всего это метод по индукции. То есть когда ты, например, убедился, что какая-то формула с двумя параметрами там, число разбиения, количество разбиений n чисел на k слагаемых, например, да, вот в таком выражении есть два переменных n и k, и они могут быть, ну как бы различные значения иметь. И ты как бы постепенно поднимаешь n, поднимаешь k вот так вот, если ты доказал для всех предыдущих, то ты для следующих сможешь вывести из доказательства для предыдущих. Это называется математическая индукция, в данном случае даже вложенная двойная индукция. Ну в общем суть в том, что ты из формул для предыдущих, простых, да, значений, выводишь для более сложных. И если ты умеешь производить вот этот вывод, то значит она верна для всех. Это принцип математической индукции. Потом бывает от противного доказательства, конечно, да, как в школе учили, предположим, что это неверно, тогда мы приходим к противоречию. Значит она верна. Ну, короче, ты сейчас задала такой суперобщий вопрос, какие вообще в математике существуют доказательства, да? Есть самое разное. Я уже не помню даже в школе ничего. Некстрые доказательства настолько вычурные, что я просто не смогу даже за целый фильм объяснить, как они устроены, да, какая вложенная логика. Фирма придумал гениальный способ доказательства, называется бесконечный спуск. Но я думаю, сейчас не про это. Харди, имея глубокую математическую культуру, он привил ее Романуджану, совершенно гениальному Романуджану, быстро ее привил. И они вдвоем смогли эту формулу допилить. И вот этот вот Мак Магланд, который в нее не верил, судя по фильму, он потом признал, да, он охренел просто. Он сел и говорит, да провали себя на этом месте. Романуджан, ты прав, да? Там, правда, была какая-то там, вот нестыковка, мне интересно, там фи от 200, вот это число способов представить 200 в виде суммы положительных слагаемых. И там приводится триллион с чем-то, какое-то очень большое число. Так вот, там какое-то расхождение в конце, которое этот Мак Маг, он сказал, что и хрен с ним, да? То есть, то ли формулу приближу, он насчитает, но с очень большой точностью, то ли точно, но они ее примерно оценили. К сожалению, я сейчас точно этого не помню даже сам. Вот, но вот фи от 100, я помню, они указывают там 224 226, по-моему. Вот. Я хотел полезть до разбора, проверить это. Давайте это сделаем домашним заданием для читателей, да, так это или нет. Два бесконечных ряда, которые так поразили Харди Литтлвуда, показались Литтлвуду гипергеометричными. Значит, гипергеометрический никакого отношения к геометрии не имеет вообще. Гипергеометрический – это строго математический термин, который выходит далеко за рамки любого обсуждения на популярном уровне. То есть, просто речь идет о некоторых бесконечных выражениях, которые чему-то вдруг равны. Вот я сам, когда я знакомился с творчеством Романуджана, я залез в Википедию и увидел, что типа там Е плюс Пи или что-то там связанное с Е и Пи, какая-то очень простая формула, связанная с Е и Пи, неожиданно равна какому-то очень красивому бесконечному ряду. Я просто, вот я сидел и не понимал, ну как, вот действительно, как может быть, что вот эту формулу, да, как ее вообще можно до нее догадаться, из каких соображений. Потом я узнал, что она ему сообщается во снах его, этой богиней. Но сам факт того, что ряды могут суммироваться, ну вот единственное, что мы сможем на популярном уровне объяснить сейчас, это что бесконечные ряды могут быть просуммированы во что-то конкретное и конечное. Ну, например, вот возьмем там два яблока, да, вот я тебе дал одно яблоко, потом дал еще половину от второго, там осталось половина, да, потом дал еще четверть от четверть яблока, то есть половину от того, что там осталось, да. А если я бы все отобрала? Тогда мы бы не научились математике, поэтому я сейчас буду давать постепенно. Потом я, значит, оставшись четверть тоже располовинил, получилась одна восьмая, я тебе вручил, да. Дальше я тебе вручил одну шестнадцатую, я могу так тебе вручать бесконечное время, да, но это не значит, что ты бесконечное количество яблок съешь, ты съешь ровно эти два яблока, это понятно, да. То есть бесконечные суммы иногда равны конкретным числам, но это далеко не всегда бывает, то есть, скажем, один плюс один плюс один и так далее, это бесконечность. Если я тебе буду каждую секунду давать одно яблоко, то ты лопнешь. Вот, более того, иногда бывает, что ряд суммируется к бесконечности, хотя сами слагаемые становятся неограниченно маленькими. Таков, например, гармонический ряд, как его называют, один плюс одна вторая, плюс одна треть, плюс одна четверть, плюс одна пятая, одна шестая и так далее. Вот мы сейчас суммировали степени двойки обратные, а если просуммировать просто обратные натуральные числа, то на каком-то этапе будет больше тысячи, на каком-то этапе больше миллиона, на каком-то этапе больше миллиарда. То есть мы не придем к никакой конечной величине. Я в тебя таким образом скормлю бесконечное количество яблок, правда, за безумно долгое время. Вот, то есть здесь как бы работа с рядами должна быть на строгой математической основе. Сам факт, что у Румануджана эта основа была, это уже удивительный факт. То есть он как-то сам это все смог, ну, как бы, про сходимость рядов, да, он сам это понял, сидя вот в этой индийской глуши. Вот. Ну, а кроме того, он сам догадался еще о том, что и корни можно вот поставить без бесконечного количества корней, такая башня корней, да, что-то там корень из один плюс дважды корень из три плюс четырежды корень, что-то такое там равен трем, по-моему. Но это я наизусть воспроизвожу, могу ошибиться. Вот. И что можно придать смысл, в принципе, да, выражению с бесконечного количества корней. Но в начале 20 века все это уже было понятно на материке. Понимали, о чем идет речь все. Речь идет о формальном предельном переходе. Матанализ построили даже в 19 веке, в том числе с участием российских ученых. Чебышев, безусловно, был здесь на первых местах. Остроградский, про него прям даже история одна есть. Ну, может, потом мы к нему вернемся. То есть идея следующая, что когда у тебя есть бесконечное количество арифметических операций каких-то, или взятие корней, ну, каких-то, хорошо, алгебраических операций, то возникает вопрос о предельном переходе. То есть ты обрубаешь по какое-то там тысячное место и смотришь, какой у тебя результат. Потом обрубаешь по миллионное место и смотришь, какой получился результат и насколько сильно он отличается от того результата, который будет, если ты обрубил на тысячном месте. Вот если они мало отличаются, то мы говорим о предельном переходе. То есть если вот это отличие становится все меньше, меньше и меньше и стремится к нулю. Грубо говоря, я на самом деле не очень строго дал определение предела, но для обывателя вполне достаточно. То есть если кто-то захочет узнать точное определение предела, это достойная задача. Я думаю, что мир был бы гораздо более умным, если бы хотя бы каждый сотый житель твердо, но зубок мог дать определение предельного перехода. Каждый сотый? Да, я думаю, что реально это каждый десятитысячный. Ну или тысячный. Вот где-то так. А как это можно в жизни применить? Везде вообще в жизни предельные переходы. Везде, на каждом шагу. Когда ты строишь точную железную дорогу с заданными условиями, там, качки, наклона поездов и так далее, это всегда задача, чтобы с одной стороны потратить минимальное количество ресурсов, с другой стороны добиться технических условий эксплуатации. Это всегда приводит к предельному переходу. Любая такая задача. Предельный переход, собственно, основа вообще матанализа, матанализ основа всего. Дифференциальные уравнения основаны на матанализе, соответственно, тоже на предельном переходе. То есть мы считаем мгновенную скорость, это уже предельный переход. Ты едешь на машине, мадемуазель, вы нарушили скорость, вы едете со скоростью 200 километров в час. Но позвольте, я не ехала в течение часа. Мадемуазель, ваша скорость такова, что если бы вы ехали час, вы проехали бы 200 километров. Но позвольте, я через минуту заторможу. Это примерный диалог, да? По тему, что такое мгновенная скорость. Это из Феймана. Это из книги, первой книги фениновских лекций по физике. Скорость – это очень тонкое понятие. Что значит 200 километров в час? Ты не ехала час? Откуда 200 километров, да? А с другой стороны, совершенно ясно, что мы видим, вот объект, он с огромной скоростью движется, его энергия зависит от этой скорости. То есть энергия объекта, а то, насколько ты хорошо поломаешься, когда врежешься, зависит ровно от твоей мгновенной скорости в этот момент. То есть от предела. Пределы везде, а вообще везде в жизни. Везде, где речь идет о скорости, это речь идет о пределе. Скорость самолета 800 километров в час – это предел. И т.д. Важнейшим событием в жизни Рамон Джана и его коллег стало начало Первой мировой войны. И это мы видим в фильме. И один из математиков, Литлвуд, как раз на нее уходит. Скажи, пожалуйста, как война повлияла на международное научное сотрудничество математики и существовало ли оно вообще в то время? Не знаю. Ну, то есть я не знаю, как повлияло. Ну, понятно, что там просто ноги туда ушли, поэтому перестали математикой заниматься. Ну, вообще математики как-то всегда вот это, всегда поверх этого живут. То есть, ну, скажем... А вообще в то время было международное научное сотрудничество? Было уже, да. Вполне. Было понимание, что происходит в это время во Франции. Ну, был же уже телеграф. Был даже уже, по-моему, телефон. Там, по-моему, кто-то кому-то звонил, да? Мне кажется, что в это время был уже телефон. Но если есть телефон, то это все. Это, на самом деле, ключевой шаг – это телефон, а не электронная почта, да? То есть ты можешь позвонить коллеге и в режиме прямо сейчас узнать, что происходит там из Лондона в Бордо или из Москвы в Иркутск. Ну, все. То есть революция связи, революция расстояний происходит тогда, когда появляется телефон. Телеграф – это еще как бы все-таки что-то набивать, хотя тоже уже шаг. Телеграф, кстати, выдумал Гаусс. Ну, это 40 лет лежало. Они между деревнями провели. Серьезно? Да, они с другом любительский телеграф какой-то сделали. Водно на 40 лет это все было заброшено. Вот. Ну, по крайней мере, так я прочел, опять же, в Википедии. Нужно все проверять в наше время. Ну, с Гаусса бы сталось, да, вполне. Вот. То есть революция расстояний уже, в общем, произошла. И, конечно, в результате было, естественно, и сотрудничество. Ну, когда начинается война, там, ты воюешь со страной, а у тебя в этой стране живет математический коллега. Вот там сейчас, допустим, мы воюем с НАТО, да? Ну, если без дураков, да, говорить. Но вот у меня друзья, американцы, там, занимаются где-то математикой. Ну, у нас с ними отношения не испортились. И с чего бы вдруг отношения друзей будут портиться, да? Мало ли, там, цари с царями всю жизнь воевали. То есть я думаю, что... Я не думаю, что как-то это повлияло на сотрудничество. Другое дело, что когда война... Вот бывают разные виды войн. Первая мировая, там еще не угадывался какой-то вот такой сатрап, против которого все, да? Ну, и вообще такие какие-то моменты... Ну, просто я намекаю на то, что во Второй мировой все побежали просто из Германии. Все убежали. Гитлер просто разогнал Академию наук свою полностью. Институт там этот был... Макс Атланка, да? Гертинген. Все было подчистую. То есть там гнали евреев, но за евреями бежали те, кто... Кому было неприемлемо, что людей гонят только за то, что они евреи, да? То есть гнали евреев, а выгнали, извините, этого самого... Германа Вейля, который отсиживал войну в Америке и говорил, что там он находится вдали от земли, где звучит его родной язык, не имея возможности в нынешних условиях туда вернуться. Но он вернулся. До своей смерти он приехал назад в Германию и там доживал. То есть когда кто-то как бы очевидно вот что-то делает не то явно у кого-то, башню, да, сносит, то да, происходит эффект перераспределения научных кадров по миру. А в то время просто все на всех там, грубо говоря, набросились и стали воевать. Ну и Харди очень четко это выразил там своим вот этим пренебрежительным заявлением четким, что ни одна пять земли не стоит жизни убитого солдата. То есть он совершенно как бы неприемлемо войну. Я думаю, что все на тот момент вот это вот сотрудничество могло только ослабнуть по объективным причинам. А насколько математики Российской империи были вовлечены в международных исследованиях? Да-да-да, вполне. И какая вообще была математическая мысль в России в начале 20 века? Значит смотри, в России первым математиком в современном смысле слова, ну я бы сказал не счетоводом, да, вот, а именно математиком был Леонард Тейлер. Как это ни странно звучит. Леонард Тейлер прожил в России полжизни. Леонард Тейлер это величайший математик 18 века, бесспорный. Он швейцарец, но... Это как раз по его учебнику, да, по-моему, Роману Джан учился? Может быть, но по его... Нет, ну в смысле его формулы вообще во всех разделах математики. Это много сотен формул Элера существует. И Элер, конечно, это человек, который завел здесь математическую школу, просто завел. Вот там было два периода, это же отдельный фильм можно снимать про жизнь и судьбу Элера, и про то, какое значение он имел для российской математики. Говоря просто стопроцентное. После Элера началась российская математика. Но дальше уже пошли наши люди, то есть, скажем, Лобачевский, это продукт абсолютно отечественный. Это продукт, ну да, косвенно, конечно, с Элером это связано, но Элер все запустил, там еще куча иностранцев поприехало. И дальше уже пошел процесс как бы дрожи. Да, это уже клалось, ну вот местные дрожи начали уже давать результат. И первый, конечно, там, первый нашумевший на весь мир был Лобачевский. Лобачевский открыл неевклидовую геометрию в 1826 году. Этот надменный там малец по фамилии Баяй сделал это в 1929. Не зная трудов Лобачевского. И сейчас вот в период русофобии всемирной, тотальной, пишут, я видел в книге по математике популярной, такую надпись. Но, правда, она была еще до начала военных действий. Видимо, сейчас еще хуже будет. Было написано так. Геомет, неевклидовую геометрию открыл Баяй в 1829 году. Дальше скобка открывается и написано. Тремя годами ранее то же самое опубликовал Лобачевский на русском языке. Так позвольте. А как же тогда открыл Баяй, если тремя годами ранее? И вот современному, вот такому дебилизированному читателю уже это не бросается в глаза. Но человек, который научен в интеллектуальной традиции, он спрашивает, «Ты вы что, охренели что ли? Да вам морды за это надо бить. За такие фразы, да? Ну, вот, тем не менее, эти фразы есть, и такие книги выходят. И сейчас, наверное, все будет только хуже. Но суть в том, что российские математики поперли. Лобачевский был гением всех времен и народов, безусловно. Потом пошел Чебышев. Чебышев был не меньшим гением. Его формулы совершенно впечатлили престарелого уже Гаусса. Чебышев был первый, кто смог установить границы на закон распределения простых чисел, которым в дальнейшем занимался и Романуджан тоже. И про это, кстати, в фильме вскользь говорится. То есть Чебышев задал границы. Дело в том, что еще Гаусс предположил, что энное по порядку простое число, ну, скажем, простое число, тысячное, вот мы будем считать, первое число 2, второе 3, третье 5, четвертое 7, пятое 11, шестое 13, седьмое 17, ну и дальше перечислять только простые числа. И вот если мы дойдем до тысячного, да, вопрос, примерно где это, примерно, в каком месте, да, в районе там 2 тысяч это, или это в районе 20 тысяч находится, да, тысячное простое число. Так вот, Гаусс, он предположил, что энное простое число находится примерно в районе числа n умножить на натуральный логарифм числа n. Что такое натуральный логарифм? Напомните? Да, напомню. Значит, натуральный логарифм числа n – это то, сколько раз надо помножить число e на себя, чтобы получить число n. Что такое число e? Тоже надо напомнить? Нет, я помню еще со школы. 2,7 и 1 и так далее. Но на самом деле у него там много разных определений, но достаточно знать, что это что-то между 2 и 3. Вот, то есть натуральный логарифм – это, грубо говоря, сколько раз нужно умножить 2,7 на себя, чтобы получить данное число. Вот, но это число, в общем случае, это не целое будет количество раз, да, а какое-то дробное. Дробное, извини, даже не дробное, на самом деле, иррациональное по некоторым причинам, но это уже более сложно. Короче, какое-то число, да, раз, вот сколько-то раз. Ну и вот это вот называется натуральный логарифм. Так вот, и Гаусс предположил, что n-ное простое число надо искать в недалекой окрестности от n логарифм n. Настолько недалекой, что n логарифм n разделить на n-ное простое число имеет предел, равный к единице. Это называется асинтетический закон распределения простых чисел, угадан Гауссом, доказан Адамаром и Валепусеном в 1891 году во Франции. Однако в 1852 году Чебышев сделал решающий шаг в этом доказательстве. Вот, так что распределение простых чисел Чебышев уже прогремел на весь мир, дальше был Астроградский, с Астроградским была шикарная история связана. Астроградский не мог никак понять некоторый, ну там, никак не мог разобраться в некотором вопросе, связанном с многомерным анализом, и написал письмо в Парижскую Академию Наук. Помогите простому, скромному исследователю из Санкт-Петербурга. А ему было стыдно написать, что это он. И поэтому он написал, помогите, ну это байка, я не знаю, Вер, я не знаю, но это байка из интернета, я сейчас рассказываю байку из интернета. Ну то есть не от своего имени? Ну, считай, я просто рассказываю сказку, да. Да, так вот, Астроградский пишет письмо, да. Я, да, молодой, он уже большой профессор известный, да, он пишет, я молодой исследователь из Санкт-Петербурга, никак не могу вот этот вопрос понять. Ну вы, конечно, ученые-мужи из Парижа можете мне подсказать. Через неделю приходит, ну неделю, через месяц приходит ответ. Уважаемый там молодой исследователь, к сожалению, вопрос оказался чрезвычайно сложным, и никто из наших коллег в Париже ответить на него не может. Однако у вас в Санкт-Петербурге живет самый величайший светило в области математического анализа на сегодня. Это профессор Астроградский. Узнайте, пожалуйста, у него. Называется история «Помоги себе сам». Сам к себе обратился потом. Вот, так что, конечно, в то время вот такой брутальной русофобии не было. Вообще, на самом деле, понятие русофобии, мне кажется, появилось после 17-го года как таковое. То есть до этого были какие-то союзы, может, при Сталине, в сталинское время, я не знаю. То есть до этого были просто союзы, там, сегодня Россия с Англией, завтра Россия, там, с Францией, послезавтра с Германией вместе. Ну, просто она была такая, ну, странная, немножко причудливая европейская нация, но вот такой вот в едином порыве там такого не было. И, конечно, сотрудничество было, и Россия играла огромную роль в этом сотрудничестве. Великие ученые вышли от нас. Цепи Маркова до сих пор называются цепями. Кстати, интересно, после войны, после 24 февраля, они переименовали цепи Маркова или нет? Я не знаю. Вот интересно, заглянуть, кстати, в современные английские учебники, да? Там цепи Маркова называются цепями Маркова или все полностью, все русские фамилии уже убраны? Ну, вот я не знаю. Ну, в это время там действовали Лузин, значит, Чеботарев, да? Да, Чеботарев вообще просто, ну, великий ученый, он в теории Галуа продвинулся очень сильно. Школа была. И она родила Калмогорова, эта школа. А Калмогоров это был просто величайший математик 20 века, то есть в нашей отечественной школе, конечно, было активнейшее участие. К этому моменту эйлеровское наследие, да. Довоз, твои плоды. В фильме очень интересная история про то, как Харди приезжает на такси под номером 1729. Да, да, да. И говорит, что это очень скучная цифра. Это супер история, значит, смотри. Я сам очень, вот это число, я сам его, когда мне было лет 9, я его сам открыл. Каким образом? Я говорю, пап, а бывает, что вот сумма двух кубов равна третьему кубу? И папа говорит, это же терема фирма, давай я тебе расскажу. Да, во, великая терема фирма, там, сумма двух n-х степеней никогда не равна n-ной степени. Я говорю, и даже прямо третья не равна, да, но я, естественно, знал, как и все мальчишки в нашем дворе, что 3 квадрат плюс 4 квадрата равно 5 в квадрате. Да? Вот, то есть что с квадратами такой фокус проходит, понятно. А вот с кубами уже не проходит. Ну, доказательство очень сложное, очень. Отец сразу меня предупредил, вот если ты до конца школы сможешь в нем разобраться, ты, типа, парень очень крутой. Ну, до конца школы я, допустим, не разобрался, но где-то на первом-втором курсе я разобрался с доказательством теремы фирма про n-3. Но суть в том, что я спросил, пап, а с кубами, если 4 куба, вот сумма двух кубов третьему кубу равняться не может. А может быть, что сумма двух кубов равна сумме еще каких-нибудь двух кубов? Папа говорит, может, но перебором ты не найдешь. Лучше не перебирай подряд все числа, а перебирай суммы кубов. Вот, скажем, 1 в кубе плюс 1 в кубе – это 2. Ну, ясно, что тут единственное разложение. 1 в кубе плюс 2 в кубе, ну, тоже из очевидных соображений тут просто некому суммироваться по-другому, да? Ну, вот, скажем, 2 в кубе плюс 7 в кубе уже непонятно. Вдруг может быть равно 3 в кубе плюс 4 в кубе, да? Вот. Ну, вот попробуй поиграть с этим, и ты найдешь, когда впервые сумма двух кубов одним способом будет равна сумме двух кубов другим способом. Ты пучу цифр перебирал, получается? Ну, я просто суммировал постепенно, да, они эти кубы… Ну, как, там же совсем эти 1, 2, 3, там, легко это все вычислить. Я прибегаю к папе, говорю, папа, 3 в кубе прибавить минус 6 в кубе равно 4 в кубе плюс 5 в кубе. Он говорит, молодец, круто, да, это знаменитая формула Эйлера. 3 в кубе плюс 4 в кубе плюс 5 в кубе равно 6 в кубе. Не знал, нет, такое? Вот. Это очень круто, но все-таки попробуй решить задачу, когда сумма двух положительных кубов равна сумме двух положительных кубов. Ну, и еще через несколько дней я к нему прихожу и говорю, пожалуйста, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе. За несколько дней ты… Это и есть 1729. А что там перебирать-то? Ну, там же вот, они же вот, посмотри, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе. Ты же перебираешь не сами числа, которые равны суммам, ты перебираешь просто числа, возводишь куб и складываешь. Ну, вот я это доскладывал и сам получил это число. А тут я про него смотрю, что Раман Джан его очень любил. Это действительно первое число, которое представляется в виде суммы двух кубов двумя различными способами. Да, я когда встречаю число 1729, я сразу его… В фильме об этом ничего нет, но среди математиков очень популярна функция Раман Джана в бесконечном произведении. Можешь о ней поподробнее рассказать? Да, модулярная функция. И в чем причина ее известности? По-моему, так. Значит, нужно 1 минус q на 1 минус q в квадрат на 1 минус q в кубе. По-моему, так она выглядит. И так далее. И нужно привести к бесконечной сумме. И вот коэффициенты при q в каких-то степенях – это как раз то, что называется числа Раман Джана или коэффициенты Раман Джана. Ну, в общем, вот здесь Раман Джан вывел… Просто это личное его достижение научное, как я понимаю. Ну, на самом деле, дело в том, что вот это бесконечное произведение, оно сейчас лежит в сердце всей науки. Потому что это про модулярные формы. Модулярные формы – это про теорема фирма великую. Модулярные формы – это рядом с эллиптическими кривыми. Эллиптические кривые – это кодирование, шифрование, это Сбербанк, карточки Сбербанка, личные кабинеты, это любые системы приватности. Это биткоин. Понятно, да? То есть это как бы вся современная техническая часть цивилизации зиждется на эллиптических кривых. Они близки к модулярной форме, модулярной форме близки к этой основополагающей бесконечной произведения. Короче говоря, тут Раман Джан залез в самое сердце математики. А что тебе больше всего в фильме понравилось? Ты знаешь, мне больше всего понравилось вот этот вот чуткий индийский интеллект, который лежит на твердой религиозной основе. Вот это вот очень важно, да, что настоящий ученый, всесторонний такой, как бы с глубоким пониманием, он всегда, он всегда, ну как бы, ну всегда верующий на самом деле человек. Ну то есть он всегда видит это высшее начало, и это вот перекличка интеллектуальной традиции и мистической традиции. То есть это всегда на стыке. Ты чувствуешь вот, когда ты смотришь фильм, да, как Харди, вот он как бы выращен в этом атеизме, да, и вот как он негармоничен, да, он как, ну постоянно вот, ему постоянно нужно вот мирить себя с тем, что Раман Джан откуда-то свыше эти формулы выписывает. Что он там, его там рассуждение, что формула вообще, если она некрасива, то она и Богу не нужна, да, и для него это все вроде как, его это манит, да, но его атеистическое начало его как бы стопорит, да, и к концу жизни он как-то вот начинает меняться, да, то есть это очень хорошо показано. Я совершенно убежден, что настоящий ученый просто не может быть атеистом, то есть контрпримеров в истории в общем не было, если так по-честному говорить, просто не было. Были люди, которые относились к религии, не очень, ну как бы не очень ею интересовались, но все равно начинали там тот же Шрёдингер, он, ну понятно, к концу жизни написал вполне себе мистическую книгу, да, философски-религиозную книгу. Поэтому Эйнштейн тоже относился к религии очень серьезно, то есть не существует, на самом деле, ни одного глубокого ученого, который был бы атеистом, просто не существует в природе, вот, то есть это всегда все равно выходит на понимание в интеллектуальном плане, рост в интеллектуальном плане всегда тебя выводит вот туда, как бы, да, в бесконечность, да. Человек, который познал бесконечность, это очень точное название, оно двугранное, оно и про то, и про то. Ну и, конечно, мне жутко интересно было, как вот в Индии вот это все, вот эти отношения, вот эта вот свекровь, да, эта прекрасная жена, которая не может поперек свекрови сказать ни одного слова, да, и как вот она, да, его вот ждет его письма, вот этот драматический момент, когда она ждет его письма, оно по объективным причинам не приходит. Не потому, что он не пишет, а потому, что война, там, корабли задерживаются, а она отчаивается, там, уезжает к брату, тут он ждет письма, его бьют эти гопори, значит, военные, да, как это все, вот, хороший фильм, классный, я прям вот, реально, я смотрел, я прослезился, правда, вот, так что это... Советуем нашим зрителям посмотреть этот фильм. Я всем рекомендую посмотреть этот фильм от начала и до конца, это фильм, не теряющий актуальности сегодня. Спасибо тебе, Алексей, за разбор, это был проект Деконструкции, смотрите кино вдумчиво. Маткульт, привет!